Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мартит, и мы продолжаем путешествовать в зоне. Как мы знаем, нам надо найти пропавший отряд, это радиопомехи, но у нас еще одно интересное задание, это отряд скат, найти источник разрядов, поразивших два вертолета, и как ни странно, находится это вот здесь. И это не территория Припяти, это территория Юпитера. Подождите, где оно, где оно, где оно, вот, ну-ка, вот, видите где это находится, бункер ученых, подожди, а нет, это не то, да, короче я раканул, все нормально. Идем мы искать пропавший отряд, да, я немножко в карте запутался, в общем вы поняли. Мы идем искать пропавший отряд, все остается, план остается прежним, никаких изменений, все замечательно, у меня здесь, по-моему, все целое, да, или нет? Ну-ка, пойдем попробуем починить, я надеюсь они появились, техники, да, судя по всему, нет, вот это, нет, а, ремонт модификации, вот. Давай-ка, ты мне все починишь? Давай, почини мне все это дело. И давай-ка, насчет помех что-нибудь слышно? Обнаружили множество источников, один из источников где-то рядом, если его уничтожить, то вполне возможно появится связь с центром. Мне нужны патроны, 9.39, мне нужны патроны к дробовику, и мне нужны гранаты. Волк, гранаты под ствольнику? Нет, мне ручные нужны. Все, отлично, отлично. Разосовываем наши ненужные вот эти гранаты и обычные патроны сюда, а также ЖК, и у нас остается все, что нам действительно может понадобиться. КПК Борчука. Последняя запись КПК гласит, аварийный генератор на шестом техническом этаже. Убил два часа, чтобы привести его в более-менее рабочее состояние. Стоило бы попробовать запустить, только Сербин запретил что-либо делать, пока сам не приведет людей. Так, это все понятно, это замечательно. Ну, собственно говоря, нормально, друзья. Нам пора двигаться, нам пора двигаться и искать пропавший отряд. То есть дело-то весьма и весьма непростое. Ситуация, прямо скажем, не из простых, ситуация тяжелая на самом деле, потому что бойцов мало, реально мало. И те, которые еще оставались, подожди ты с человеком, в общем, отряд пропал. Пошли ва-банк, пошли уничтожить источник помех, чтобы монолитовцы не скапливались, не зажимали военных, базу военных, да, импровизированную со всех сторон, но отряд пропал. Что нам остается? Нам остается идти и выяснить, что же произошло. Мертвы ли они, или живы, или вообще, что происходит на самом деле. Мы сейчас это узнаем. Мы это узнаем. Видим кровососа, он будет нагнут. Быстро и четко. Все-таки видите винторез с бронебойными патронами? Никаких проблем. Все очень быстро и четко делается. И мы видим трупы. Мы видим трупы уже на подходах. И трупы это наших товарищей. Да. Кстати, извини, братух, конечно, но мне очень нужны гранаты. Они мне могут понадобиться потом. Пускать тело погибшего бойца. Взрывчатка с таймером. Передайте полковнику, я нашел одного из ваших ребят. Похоже, он подорвал себя гранатой. Признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено. Здесь Ковальский. Я тебя понял, майор. Слушай сюда. У нас есть хорошая новость. Мы наконец-то получили точные координаты источника радиопомех. Сигнал идет из здания детского сада. Детский сад, значит. Проникнуть в здание детского сада. Хорошо. Пойдем в детский сад. Но гнем там всех. Детишек там явно уже нету. Это и так понятно. Ну. Это было эвакуировано давно-давно. Кое у нас? Восемьдесят пятый, восемьдесят шестой год там был. Я же не помню. Авария на Чернобыльской АЭС. Взорвать дверь. Ясно. Входим. Вперед. Тут какое-то странное явление. Видите? Тут пси-воздействие. Кстати, да? Пси-воздействие. Или не то это? Вот. Пси-защита. Сразу вырубаем ее, чтобы у нас проблем лишних не было. Ну и в два поставим, если что. Можно будет всегда на это все использовать. Так. Одного полтергейста мы уничтожили. Одно это явление. Посмотрим, что дальше будет. Если будет совсем плохо с головой, надо будет еще использовать. Но у нас вообще сейчас стоит защита от пси-воздействия. Так. Где бы это могло быть? Это где-то снизу. Получается куда-то сюда, да? Да, выходит так. Ага. Помните мультики-то? Я помню. Так. Так, так. Где оно? Ребята, давайте жить дружно, да? Уничтожить источник по методу. Ну ладно. Есть более простые, наверное, методы, да? Проверить источник звука. Дверь заперта. Открыто. Лейтенант Роговец. Майор, ну слава богу, спасен. Как ты тут оказался? Ох, мало что помню, правда. Страшно было. Аж колотило всего. А почему, хрен его знает. Не помню. Чувствовал, надо прятаться. А то все. Ну и побежал. Улицы, повороты какие-то. Пришел себя только здесь. Дверь заперта. Изнутри открыть. Не открыть. Думал, тут и сдохну. Как ты меня нашел? А не важно. Давай мотать отсюда куда-нибудь. Лучше к базе поближе. А то меня трясет до сих пор всего. Пойдем. Интересное событие. Интересно, интересно. Ого! Вот это да! Неужто вернулся? Мы уж думали, все, не увидим больше нашего доктора. Так что все-таки случилось? Да, было кое-чего. Как-нибудь потом. Ладно. Спасибо за помощь. Там полковник просил тебя зайти. Хорошо, зайду. Да, еще. Гарик ушел на станцию Янов. Пополнен запасы. Просил передать, что несколько дней его не будет. Понятно. Так что, ты где был? Не поверишь. В холодильнике. В каком холодильнике? Где ты вообще холодильник нашел? Где нашел, где нашел. Я бы посмотрел, чтобы ты нашел в таком состоянии. В каком это таком? Хм. Даже и не знаю, как сказать. Ну-ка, давай поговорим с тобой. Медицинские препараты гони. Здоров. Жопа, конечно. Вышел на связь начальник штаба. Я доложил обстановку, передал собранную информацию. Ага. Вертолетов пока не будет. Нам предлагают закрепиться на занятых позициях и ждать распоряжений. При штабе сейчас состоят наблюдатели из СБУ. Так что ты сможешь поговорить со своими. Товарищ полковник, недалеко от базы обнаружен источник радиосигнала. Передача зашифрована, оперативно расшифровать не удалось. Координаты имеются, лейтенант? Так точно имеется, товарищ полковник. Но сигнал периодически исчезает, и его источник движется. Опять монолитовцы. Я проверю. Да, непростая ситуация. Прямо скажем, ситуация жопа. Ну, а с нашим-то вооружением и хотеньем все нормально будет. Слышите? Патрон есть. Добавичок. И 9.39. Красавчик. Гранаты. Ручные. Все, молодец. Реально молодец. Так. Эти закидываем обратно. Эти тоже. И ЖК нам тоже не нужен. А в остальном? А в остальном порядок. 74 килограмма, еще 16 в запасе. Так. Полетели, ребятки. Полетели. Уже все по-серьезному. По-взрослому. Мы так просто не сдадимся. Монолит все больше и больше пытается нас поджать. Конечно, он теряет своих людей, но им пофигу. Их реально много, короче. Представляете, у скольких мозги спеклись. Кто добрался до Клондайка. Кто-то просто превратился в зомби. А кто-то стал монолитовцем. Надо же, я в городе вырос. Точно такие же узоры были. Ну, я вырос. Вырос я в Сибири. Блин, как будто дома нахожусь. Только там людно. Это собак столько же бездомных. Так. Они не такие. Так и все, понимаете. Сюда, иди, собак. Иди, собак, сюда. Иди, не бойся. Так. Че? Какие проблемы, я не понял. Че ты кричишь, собака? Готово. Источник где-то здесь. Не понял. Есть сигнал, снова появился. Передаю координаты. Понял, понял. Это где-то ниже, да? Как я понял. Вниз указывает. Сигнал поменялся. Сигнал исчез. Так, придется гоняться за этим сигналом теперь постоянно, да? Ладно, погоняемся. Нам не впервой гоняться за кем-то. Погоняемся и нагнем в итоге, вы же знаете. Так. Где-то здесь. Появился. Совсем рядом с тобой. Я никого не вижу. Рядом, рядом совсем. Вижу с окна... Канализация. Так он под землей. Марион Атаковальский. Возвращался БТ назад. Нам нужно как следует подготовиться на случай атаки. Атака на базу. Я решила, что теперь они нас так не настукают. Добро, добро. Я знаю, как я подготовлю сейчас к атаке на базу. Все очень будет просто. Я еще и Гаусску с собой возьму. А что, мы без позволяет. Сейчас еще и Гаусску с собой схватим. Пусть в инвентаре лежит, если что. Задание выполнено. Подготовиться к атаке на базу. Не стреляйте. Я иду к главному входу. Ты кто такой? Да ладно. И может быть. Азот? Я стрелок. А, стрелок. Известный сталкер. Это же ты отключил выжигатель. Было дело. Только планы сработал. Я пришел встретиться с вашим начальством. У меня есть информация, которая поможет взять под контроль и уничтожить зону. Начинается выброс. Пошли, поговорим в укрытии. Это не атака, да? У нас неприятности. Вертолеты разбиваются. По неизвестной причине. Пока эта самая причина не выяснена, вертолетов больше не будет. Придется идти до края зоны на своих двоих. Причина самая простая. В воздухе, особенно ближе к центру зоны, аномалий не меньше, чем на земле. Да у нас была подробная карта пролета мимо аномалий. Вертолеты под завязку начинили защиту от выбросов. Странно. Странно, что вы еще не заметили. После выбросов расположение аномалий обычно меняется. Некоторые рассасываются, зато появляются новые. Ваша карта устарела еще до записи на диск. Ясно. И что теперь? Выбросы не происходят подряд, один за другим. Если вы сможете просканировать местность сразу после выброса и засечь расположение аномалий, до следующего выброса вертолеты успеют забрать всех. При первой возможности нужно сообщить об этом в центр. После выброса я сразу же свяжусь с командованием. Лейтенант, при первой возможности установи связь со штабом. Понял. Переждать выброс. Ладно. А что, она весит-то 5 килограмм, да? Сейчас патронов не еще наберем, этих батареек. А, мы всего 90. Ну нифига не тяжелые эти батареи, да? Да, жопа. Ладно, для разнообразия снова побегаем с галсткой. Какая разница? Теперь винторез, короче, зафигачим, а с галсткой побегаем. Спать нельзя. Ладно, ждем. Что расскажешь, стрелок? Я расскажу все, что знаю. Главное, чтобы информация припала в нужные руки. Какую информацию можешь передать правительству? Много чего. Я уверен, эту информацию можно использовать, чтобы уничтожить зону. Думаю, что сам могу это сделать, только все гораздо сложнее. Те, кто завалил эту чертову кашу, ни черта уже не контролировали. Расскажи поподробнее, когда выберемся отсюда. Что ты видел в совкопаге? Там все не настоящее. Монолит, исполнитель желаний, это обман. Искусственная установка, которая затуманивает разум. А те, кто стоят за этим, прячутся в другом месте. Ты знаешь, кто за этим стоит? С одной стороны, а с другой не уверен. Я уже сам не знаю, во что верить. Но все равно, я узнал больше, чем они рассчитывали. Мы отслеживали твой радиосигнал. Да, я связывался с одним сталкером по кличке Проводник. Он рассказал, как добраться до этого места на подземных тоннелях. Кто такой этот Проводник? Сталкер-легенда. Говорят, он может провести в любое место зоны. Военным вашим повезло, что они его встретили по дороге в Припять. Иначе бы долго им не протянуть. Откуда ты знаешь, что здесь военные? От Проводника. Он провел сюда Ковальского с его отрядом. Понятно. Пока. Все, информацию он больше нам не может предоставить, наш стрелок. Такие дела. А че это у тебя такой автоматик беспонтовый? Мог бы и пал. Лучше что-нибудь найти себе. Кстати, тот случай, когда и в жизни этот автомат не очень. Ну, не очень. Вообще плюется вот такой вот так. Ни о чем, короче, вот эти короткие калаши. Полмагазина потом начинается во все стороны разлет. Да-да-да. Он греется быстро. Вообще не особо. Так, давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Да. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. итак что мы имеем выброс похоже прошел лейтенант свяжись с центром так точно давай быстрее тёха центр на связи молодец красавчик пониже присел выброс товарищ генерал во время него связь невозможно да вас понял здесь майор дегтярёв связь хорошая на данный момент удалось получить документы об экспериментах на территории зоны кроме того к нам пришел сталкер который побывал на чаэс кличка стрелок он готов с нами сотрудничать есть я получил достоверные данные сведения стрелка только подтверждают их вертолеты были поражены аномалиями расположение которых изменилось во время выброса это не было учтено при составлении карт перед операцией поэтому десанты погиб вот так вот эвакуация что бойцы все уловили слушай мой приказ в пути не расходиться держаться группой я сталкер оберечь как зенит улока понятно вопросы есть нету но и отлично готовимся к отправке все понятно мы готовимся к отправке наступает момент истины да собственно говоря я готов чем мы можем выбросить консервы не нужны это тоже нам вряд ли уже понадобится нам не понадобилось практически ничего из того что было но это мы оставим да большую часть не понадобилось во всяком случае так почему все мы забиты под завязку у нас все заполнено практически да все и вес максимально забит и так нет патроны мне уже не нужны ремонтируем обзоскелет ремонтируем дробовик ремонтируем все ремонтируем короче все что можно и отправляемся нет значит такое дело в смысле зоны самые опытные здесь ты и стрелок только опыт стрелка я знаю со слов а твое видел в деле так вот я полагаюсь на тебя майор посмотри за стрелком слишком мало нас осталось ладно майор ребята уже собрались если надо пополни запасы у роговца и кириллова как будешь готов сообщи договорились поднимай своих бойцов полковник я готов хорошо прикрывай стрелка майор о себе мы сами позаботимся двинули стрелок давай вся надежда на тебя ты знаешь больше всех именно ты поможешь нам и вертолет уже рядом нам надо уйти живыми давайте бойцы вперед мы смогем мы смогем вертушка полетела отлично как бы ее не сбили только все таки долетели все таки долетели стрелок ты был прав командир зомбированные так здесь нужно вот это направо вдоль здания бегом марш в атаку хлопцы ура побежали так прорвемся прорвемся стрелок рядом со мной держись все будет нормально братуха во первых раз что нет конечно сейчас иди сюда только в шишку отшот дедка you was owned стрелок не отделяйся от группы куда ж ты побежал давай 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 держись рядом братишка давай тихо там здание оклад десятка зомбированных это мелочи это здание я их прикончу уходте влево прикрывать готов и мозги подтянуть тихо в своих то не попадайте ребята вы че Так, быстрее, быстрее Двигаемся, двигаемся, не останавливаемся Где еще? Все, эти готовы Двигаемся, двигаемся, все нормально Двинули, двинули, ребят, давайте Так, чувствую, что Фигня, эти зомби Сейчас все, гавушки будем разбирать, давай Вот ты, моя хорошая Какая пушечка-то, а? Какая пушечка Готов Да, варку, быстро, быстро, быстро уходим Не вижу Кто-то со снайперки у нас палит Что это за скотина? Это не наши, это наши, наверное, стреляли Валяк, морозка! Группа сна, где вы находитесь? Мы на подходе Мы не можем ждать, у нас прикал Если нападут, будем взлетать Вас понял, ребята, постараемся успеть Всем быть на чеку Приказы выполнять мгновенно и четко Ясно, понял, пошли Мы в двух шагах от точки эвакуации Пошли! Давай, шевелим помидорами, хлопцы Давайте быстренько все Стрелок, куда ж ты первым бежишь? Ты же самый ценный Ох ты, ёпара, СТ Ладно, все, фигня, прорвемся Первый раз, что ли? Не, вы же знаете Ахутагин смогет Готов Тихо, держимся, держимся Стрелять по усмотрению Вперед! Этот готов Ты смотри, что в певте не попал Майор Точнее, полковник Майор, это я Отдыхай, детка Полковник-то молодец В форме такой прям Крепыш Ой-ой-ой Что это за место такое? Что это было? Эээ, вы чё? Своих не стрелять Сразу говорю, сука Не тупить Не останавливаться Дыбан Оно здесь Да никого здесь нету Защита от всевоздействия Пошли Слышь ты, хлопец Ты чё? А ну-ка А? Что? Уходим Быстрее Вставай Никаких уходим Он потерянный, сука Ладно Ничего не сделаешь Пошли дальше Товарищ майор Мы под плотным огнём Противника обознать не можем Долго не продержимся Продержитесь Держитесь, сказал Всё Оставить Панику Мочи, монолит, сука Хэдшот, детка Ю вас Оунда К вертушкам Быстрее Быстрее Шивим помидорами Давай, давай, давай Давай, давай Давай, давай Хрен вы мой экзоскелет Так что вы побьёте Держи Вы будете Уничтожены Получай Свалил Свалил одного Давай, детка Получи Моя сладкая Да Отдыхай Так Сюда иди Да я что-то задумался Сука Иди сюда Конечно, победим Это твой, да? Это твой, да? Да, это твой А, это твой что ли? Я в полковник Я в полковнику чуть не попал Хорошо хоть промахнулся Так что, красавчик Вернулся к вертолетам Да вернулся, вернулся я вот тут, мол, у вертолетов прямо У нас убитые Получай Каких убитых нафиг? Вы чё, гоните что ли? Порвён их Белок, уйди Нажри гранату Вот тебе Майор, мы готовы взлетать Давай, я буду Радируй салонного стоила Готовы ли вы покинуть зону? Обратного пути не будет Да За успешно проведённое расследование Дегтярёв был поощрён внеочередным званием полковника Отказавшись от предложенной ему штабной должности Он выразил желание направиться в зону Постоянным наблюдателем от службы безопасности Информация о пси-установках, добытая майором Дегтярёвым Не на шутку встревожила его руководство Все материалы по их лабораториям Были изъяты из военных архивов И помечены грифом особой важности Сотрудники СБУ в зоне получили приказ Любой ценой воспрепятствовать распространению информации О сути проводившихся работ На основе промышленной документации изделия номер 62 Было создано несколько опытных образцов После испытаний от массового применения данного оружия Было решено отказаться Стоимость боеприпасов оказалась слишком высокой Впрочем, некоторые факты позволяют предположить Что совершенствование Гаусс-пушки негласно продолжается После того, как все попытки взять Скадовск под контроль провалились Султан и его банда покинули судно С исчезновением этой опасности Слабый ручеёк сталкеров и артефактов превратился в бурный поток Бизнес Бороды стал процветать А Скадовск в популярности почти сравнился с баром Сторинген Есть такое После уничтожения логова кровососов Твари зоны уже не могли помешать течению здешней жизни На какое-то время старое судно стало центром относительной стабильности В изменчивом мире зоны Между отрядами свободы и долга на станции Янов Установилась шаткая равновесие Утомлённые бессмысленной борьбой Бойцы враждующих группировок стали пополнять ряды вольных сталкеров Научно-исследовательская экспедиция профессоров Германа и Озёрского Увенчалась успехом Собранные данные помогли в разработке Нескольких уникальных устройств и лекарственных препаратов В свете этого финансирование программы следования зоны Было многократно увеличено Рассказ Гаррика о судьбе военных Отпугнул сталкеров от Припяти Немногие осмелившиеся посетить её Столкнулись с необъяснимыми и пугающими явлениями Что лишь добавило мрачные штрихи к облику мёртвого города В зоне продолжают действовать отряды наёмников Их интерес к секретным лабораториям заметно возрос и успел привлечь пристальное внимание СБУ Тем не менее установить личность заказчика стоящего за наёмниками не удалось Местность у станций Янов привлекает всё больше сталкеров Отсутствие опасных мутантов и изобилие аномальных образований Привели к тому, что в сталкерском сознании Эти места стали ассоциироваться с тем самым клондайком артефактов Это есть Слухи о судьбе Зулуса дошли до командира долга генерала Воронина Ко всеобщему изумлению Воронин представил Зулуса к высшей награде долга Ордену Серебряный Щит По смерти Воно ушёл на армейские склады к свободе Где лёгкостью характера и оптимизмом Быстро заслужил всеобщую симпатию В конце концов он возглавил небольшую группу исследователей Которая занялась изучением аномалий Старший лейтенант Соколов продолжил летать на территории зоны И был сбит наёмниками над Лиманском Через две недели Его, выжившего не иначе как чудом Возле кордона подобрал патруль Вскоре Соколов покинул ряды ВВС И перешёл в гражданскую авиацию Во время особенно мощного выброса Группа сталкеров была вынуждена искать укрытие в старой барже Ноя Вскоре судно атаковали снорки И ребята поняли, что они оказались в небольшой, но приличной крепости Особое изумление вызвал выводок щенков псевдо-собаки Которые вместе с Ноем помогали оборонять баржу от мутантов Преодолев алкогольную зависимость, кардан ушёл со Скадовска Сталкеры говорили, что он искал своих пропавших товарищей Через несколько дней, израненный и облучённый, кардан вышел к станции Янов Но, едва подлечившись, ушёл из зоны навсегда Стрелок передал руководству СБУ добытые на станции данные Эта информация подтолкнула правительство к созданию научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны Место главного научного консультанта в нём занял сам Стрелок Командир группы Скад полковник Ковальский Остался там же, где и большая часть его отряда Тела поглотила зона И теперь всё, что напоминает об этих людях Фотографии в траурных рамках на почётном стенде спецмузея Остался там же, где и большая часть его отряда Всё, друзья Вот так вот и заканчивается Сталкер Зов Припяти И вообще серия Сталкер На сегодняшний день больше других Сталкеров у нас нет Эвакуация прошла успешно Конец у нас не самый лучший, но и не самый плохой В общем-то большинство персонажей, которые есть Они получили нормальную судьбу дальнейшую И таким образом, в общем-то, всё оно и заканчивается Но зона остаётся Остаётся Заканчивается Сталкер, но не зона Я надеюсь, что когда-нибудь всё-таки выйдет продолжение этой, я считаю, легендарной игры Серии игр Я думаю, что она выйдет Выйдет, потому что, ну, было бы глупо отказаться от такой серии Серия, которая очень популярна, сверх популярна в СНГ Серия, которая популярна в Европе Да и за этими пределами тоже Поэтому, я думаю, однажды мы снова с вами будем исследовать зону Именно так На этом всё, друзья Великая игра пройдена Своеобразно, в моём стиле Кому-то понравилось, кому-то нет Ну, в общем-то, знаете, как говорится Каждый Сталкер считает себя самым правильным и самым истинным Так оно и есть В любом случае, пройдёт каждый Поэтому, если вам нравится вместе со мной Путешествовать в загадочных мирах Отгадывать загадки Получать полную жопу огурцов в том числе И вообще наслаждаться Такой вот атмосферой То Вступайте в нашу армию Нагибайте всех И мы увидимся с вами Может быть, ещё и в Сталкере